Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обсуждаем такую тему, как деньги эпилептоида. И в первую очередь, чтобы понять, как эпилептоид распоряжается деньгами, нужно вспомнить его описание. Ну, вспомним, как описывают эпилептоида. Это консерватор с базовой эмоцией, агрессией, да, и таким несколько базовым недоверием к людям, соответственно, да, то есть это не очень такие располагающие к себе люди, которые все проверяют, за всеми все контролируют и так далее. А теперь давайте подумаем, как же эпилептоид при таком описании будет относиться к деньгам? Правильно, он будет беречь свои деньги максимально качественно и даже, я бы сказал, так несколько жадновато относиться к своим расходам. И это вполне естественно. Потому что для эпилептоида деньги являются его ресурсом, можно сказать, как и для паранояльного его оружия. Только паранояльный хочет куда-то идти вперед, да, покорять, не знаю, города, там, осваивать космос, и там, страны завоевывать, и коммунизм строить. Эпилептоид же хочет поставить мощную ограду вокруг себя, и для этого ему тоже нужен ресурс, как и, в общем-то, паранояльному. Только эпилептоид нацелен на то, чтобы копить ресурс максимально, при этом не тратя его минимально. Это очень важная заметка. То есть, если вы видите, что ваш оппонент ведет себя чем-то похожий даже на паранояльного, он очень подозрителен, он может быть консервативен, или придерживаться какого-то строгого порядка вещей, да, или какой-то идеи, и вы не можете понять, кто перед вами, очень ярким маркером будет являться наличие некоторой жирноватости в распоряжении собственными финансами, даже когда эпилептоид тратит эти финансы непосредственно на развитие собственного бизнеса или дела. Приведу яркий пример. Один мой знакомый эпилептоид руководил каким-то цехом, где фактически было маленькое производство, и они шили чехлы для машин и всякие такие вещи, в общем, прикольные. Суть в чем? Производство приносило нормальные деньги такие, шили они далеко не, ну, так скажем, не дешевые вещи, все это было под заказ и так далее. И сугубо касалось техники какой-то, да, такое, что, соответственно, приводило к еще большим, ну, оборотам, потому что вы знаете, что, как правило, все эти вот технические товары, как чехлы на машине и прочее, все это дорогостоящее и оплачивалось в целом хорошо. Это профессиональный цех, чтобы вы представляли. Есть, ну, не знаю, швеями их не назовешь, а может швеей, я не знаю, но есть, в общем, какие-то техники, которые, в общем, обслуживают вот эти вот, они же не руками шьют, там какие-то машины стоят, станки, все это, значит, работает. И руководители передтоят этого цеха, это был его бизнес. Он заставлял их снимать, у них какая-то была одна игла, и они эту одну иглу снимали каждый раз, скручивали с одной машинки, когда кто-то поработал, передавали другому. И он, соответственно, таким образом дико снижал собственные обороты. Но когда я спросил, ну, почему так происходит, может быть, купить иглу и прочее, ну, он сослался на свой армейский опыт, он так и людей приучает к порядку, чтобы иглы не ломали, и, соответственно, ну, там, экономит на этих иглах. Хотя, ну, стоимость игл, понятно, что она очень минимальная, а вот потеря времени нужно скрутить, нужно передать. Если эта игла сломалась, она, естественно, ну, выдавалась, нужно было дождаться непосредственно начальника, следующая игла такая выдавалась начальником вот этим эпилептоидом. То есть, понимаете, целая такая бюрократия возникала на отдельном производстве, на частном, где очень важно выполнение планов и ускорение, да, вот это вот КПД вообще в целом, увеличение КПД работы производства. Такие вот интересные, товарищи, эпилептоиды. Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, насколько бережливо к своему ресурсу относятся чистые эпилептоиды. Один мой знакомый эпилептоид, уже будучи женат на своей супруге 20 лет, просил ее, в общем, копить все чеки из магазинов и сдавать ей, ну, вот как на производстве, там, начальником сдает и прочее. Сидел, подсчитывал и выдавал ей деньги, в общем, семью, детей и так далее. При этом они были супругами, они не в разводе. Многие меня переспрашивают, сразу думают, может быть, они в разводе. Нет, дорогие друзья, они не в разводе. В общем, просто вот такой вот семейный уклад эпилептоида. Если вы хотите, чтобы эпилептоид с вами поделился ресурсом, будьте готовы называть ему веские причины на это или очень сильно заинтересовывать, ну, каким-либо образом. Дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей, канал Медицин и Фитнеса. Подпишитесь на него обязательно. Поставьте лайк, напишите мне обязательно комментарий. И я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!